Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Но почел он все ничем, ради познания Господа Иисуса Христа. И вот, то есть фарисеев, уважаемый религиозный человек, Иисус обличал их, да, Иисус фарисеев так часто не жаловал, конечно, но они тоже как бы не очень-то так любезничали тоже с Иисусом тоже. В чем обвинял Иисус фарисеев? Ну и сутки есть тоже. Фарисеи это как праведные люди, будем так говорить, можно так перевести, чтобы объяснить, чтобы было понятно. Это религиозные праведные люди, которые соблюдают традиции, обряды, библейские, и плюс не только библейские, а много своих правил, которые, как считалось, должны помочь человеку соблюсти закон Божий. То есть как бы это очень довольно было, ну, радикально. Как вот артодоксально. Сегодня, допустим, если мы бывали в том районе еврейском артодоксальном, допустим, если, ну, например, в Израиле, да, вот, то там на каждом углу синагога, значит, все кошерное и все. Не, отношения очень интересные людей, конечно, и порой на самом деле очень даже, ну, скажу, есть чему даже подражать. Но, интересно, Иисус сказал, фарисей и мытарь. А кто такой мытарь? Это мытарь, это налоговая полиция. Да, налоговая полиция. Вроде как бы тоже человек при портфеле, но и тогда было ясно тоже, да, людям обычным, простым, что раз налоговая полиция, значит, ну, там, маленькая фатынка, вот, значит, там и колесница такая, как бы, хорошая там и что-то еще. То есть человек явно живет не по средствам. То есть он, ну, с этого имеет еще определенный такой источник доходов неправильный. То есть вор, только по закону. Да, значит, и вот мытари, они, ну, а в то время, а в то время они были еще и как, ну, как, не знаю, предатели, получается. Они же работали не только там на своего царя, на чем-то, еврейского. Они же на оккупантов работали. Они работали и собирают налоги на римских властей, на римские власти. Так что, ну, для рядового еврея, мытари тогда это был еще и предатель, который, собственно, вот, с простого еврея тянул, там, 7 шкур срвал. И для своего царя налоги, значит, там, и для римских оккупантов, ну, и себя не забывал, конечно, тоже. Шкурку какую-то тоже снимал, тоже, значит, для себя лично там. Вот, то есть, получается, мытари это, ну, вор. Мытари это негодяй, как правило. Как правило, я не говорю, что все, наверное, были такие, да? Но, как бы, вот, в народе так сложилось. Раз мытари, значит, понятно, знаем вас, батарей. Вот, значит, и человек безжалостный и прочее. Вот, то есть, два человека, вот, зашел помолиться батюшка, зашел помолиться офицером налоговой полиции, милиции. Вот, два человека. Ну, в принципе, мы все грешники, да, в принципе, любой человек, он несовершенен. И в этом мире много всякого неправильного дела, этот человек. Но, в чем здесь, вот, как бы, вот, особенность. Иисус, он, как бы, вот, рассказывает об этих молитвах. Две молитвы, звучат, да? Человек-фарисей, религиозный человек, да, пастор, когда зашел, батюшка зашел, он, значит, благодарит Бога, во-первых, да? Благодарю, Боже, благодарю Тебя. Ну, здорово. То есть, сначала это хороший, какой, да? Но он говорит дальше, видите, что я не такой, как прочие люди. Спасибо, что я не такой, да, то есть, я особенный. Грабители, обидчики, прелюбодеи. То есть, представьте, даже молив, он уже осуждает уже других людей, уже, да? Что я не такой. Вот, не дай Боже, так молиться. Значит, или, как этот мытарь, он увидел того, ну, это точно, ну, вот, грешник. А он говорит, пощаюсь два раза в неделю, видите, он, даю десятину, говорит, из всего, что приобретаю, значит, ну, как бы он, ну, по своим представлениям, он, как бы, он, вот, достойный, да, значит, я вам благодарю Бога. А мытарь, вот, ну, видимо, что-то его так проняло. Вот, кстати, дальше там есть случай, да, как раз, следующий, да, где, как бы, говори там? Про Закхея-то, где там рассказ? Тоже, тоже у Лукиши, как раз, вот. Помните, Закхей, мытарь, следующий главе, там, как раз, должен быть рассказ о мытаре, который, вот, он просто, вот, хотел Иисуса увидеть, да? Ну, вот, и, завес на дерево, да, значит, и Бог простил его. Но, опять-таки, он, Бог не говорит, что вот, распрощает, значит, жили, теперь, как ты, ну, хочешь, так же, жили, нет. Вот этот Закхей, он покаялся так, что он там, как он говорит, да, отдал, да, вот, вот, кстати, вот про Закхея, да, есть, тоже 19-е было, получается, да, 19-е,ennen. Иисус вошел в Иерихон, по имени Захирий, начальник Гошматырии. Вот так вот. Вообще, во главе структуры цены. Человек богатый, пытался увидеть Иисуса, но не мог из-за народа, потому что мало было роста. И забежал вперед, взлез на споковницу, чтобы увидеть Его, так как Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус же, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, и сказал, Захирий, садись скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме. И он поспешно сошел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, вот видите, не угодил Иисус, да, и что он зашел к грешному человеку. Захирий же, встав, сказал Господу, Господи, половину имени моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам в черепах. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дома всему, потому этому, потому что и он сын Абрамов, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Аминь. Аминь. Вот история Захейма даря. Да. И чему эти притчи учат нас, да? Слово Божие чему учат? Не осуждать, не судить других людей. Мало ли что-то там постишься, или там десятину даешь, или что-то еще. Себе там многое, что можно подпридумывать, о себе мечтать. Бог смотрит на всякий человек, и смотрит на фасад. Расскажу снова эту историю, я вспоминал ее часто. Когда, значит, приехали в Киев мы, вот, и сняли квартиру там на малышках, вот, возле Черниговской станции. Вот, значит, и, а там как раз, прямо возле Черниговской, там была школа библиейская, там преподавал. Вот, и, и вот там один из этих братьев, он сказал, значит, что, бабчу, не могли бы с нами проехать, там, надо женщину проведать, помолиться за нее, потому что она умирает от наркотиков. Ну, я с ним осенился так вот. Ну, и, когда приехали туда, в эту квартиру, там было жутко, конечно. Вот, в квартире такая вонищая, прям с порога, прям, как только открыли квартиру. Вот, ну, женщина разлагалась, заживо разлагалась, была живая. Вот, и, ну, каким-то образом она была еще живая, не знаю. Вот, и, ну, голая фактически, но и кожи на ней тоже мало было. Вот, то есть, и на ногах до костей прогнила уже. А под ней, вот, как кровать, не кровать, что-то такое, как большой памперс, гнуем этим всем этим, вообще жуть, конечно. Как она была живая, ну, только Бог знает вообще, эта женщина. И, значит, когда она могла еще там стонать, что-то говорить, она там стонала, кричала, говорит, а потом не могла уже кричать, у нее все там сгнило, значит, и, значит, лодка провалилась. Я не знаю, как, ну, Бог сохранил жизнь ее, я не знаю. Но, честно говоря, я вначале не понял, что она живая, значит, ну, как будто тело его там надет мертвым просто, ну, как поздно обнаружил, как бы. Вот, но самое интересное, в ней близники жизни были, вот, глаза, глаза, и на одной руке пальцы шевелились еще. И вот, ну, меня там чуть не стошнило вообще. Я как раз, как наздох, ну, перед поездкой, там, после занятий, там, обед был, там, ну, как бы, обедали хорошо, так. А здесь прям чуть не вывернуло меня, думаю, надо же. Я вначале даже не мог проповедовать, просто, или молиться там, боролся, чтобы мне там не вырвало. Вот, я думаю, сейчас опозорюсь, сейчас батюшку поносили, он обливался еще, значит, вот, и, но, этот брат начал говорить что-то к этой женщине, вот, а я-то думаю, ну, а она вообще слышит, ну, понимает, ну, как бы, мало того, что глаза шевелятся-то. Вот, и он ей говорит, что если это слышишь, понимаешь, ну, как бы, принимаешь, как бы, да, соглашаешься, то моргни, допустим, два раза, или три раза. Вот, и он слухом говорил, она столько моргала, мне вообще жутко стало, ну, надо же, потому что все понимают еще, вообще, кошмар. Вот, значит, и, и вот он начал говорить, и дальше, вот, и я смог уже дальше говорить тоже, вот, к этой женщине, и вкратце, Евангелие о Христе рассказал, и помолились, и вот, я в первый раз в жизни видел молитву просто глазами, вот, в ней больше ничего не работало, да, значит, но я там сказал, вот, в Библии есть даже, что молитва – это не просто слова. И сейчас не можете говорить даже, Анна там, да, вот, маму, сыну его пророка. Она молилась просто, вот, стонала просто, вот, была как пьяная, даже священник осудил ее. Проходил мимо, да, батюшка, да, и он подумал, что она просто пьяная. Пьяница сидит, значит, женщина. И он говорит, иди отсудись, протрезвеешь, потом придешь, а пока иди отсюда. Вот, и самое интересное, значит, а, хотя священник осудил ее, да, но Бог не осудил эту женщину. Вот, она сказала, что она не пьяная, она сказала, что она огорченная душой, значит, и молилась, вот, она просто не обращала внимания на то, что происходит. Кстати, бывает, да, человеку все равно, вот, что вокруг происходит, она вот так вот, она молилась. И вот, Бог ответил на ее молитву, эта женщина, и она родила одного из самых удивительных в истории Израиля людей, пророк Божий Самуил. Знаете, удивительная история, конечно. Ну, ладно, я еще что-то сказал из Библии. Вот, и говорю, если я согласна молиться сейчас, молить покаяние, к Богу обратиться, то там, моргните, там тоже там, вот, она моргала, вот, и мы молились, вот, и я наблюдал молитву, вот, знаете, вот, эта женщина молилась просто глазами, вот, больше ни что бы не работало, вот, она смотрела, ну, на присутствие Бога, и вообще все показывало, что она молится, на самом деле, она молится, хотя, ну, она не могла ни говорить ничего там, действовать никак абсолютно, она могла даже, астанат не могла даже, вот, вот, но она, вот, как намолилась, вот, и я, ну, убежден был сто процентов, что Бог ее слышит, которую эту женщину, то есть, он не просто как кусок мяса уже, загнивающий, угорающий, а смотрит на душу ее, видит ее красивой, хорошей, своей дочерью видит ее, ну, это было трудно пережить вообще, тяжело так вот, да, было видеть, как умирает эта женщина, мы потом уехали, вот, и мне этот брат рассказал потом еще, что историю этой женщины, вот, она была когда-то очень такая, ну, как раз богатая, ну, ее муж был первый, очень был богатым человеком там, она была наркоманкой, еще такой, элитной такой наркоманкой, в советское время еще и упрежние, еще тогда даже, вот, когда официально не было никакой наркомании, там дети, секретарей обкомов, обкомов, там, обкомов, вот такие, то есть как-бы артисты всякие, то есть, ну, это были такие элитные клубы такие, туда, обычный, простой гражданин туда не попадал никогда, вот, они там на героини баловали с героином, вот, ну, не как баловали, стол жили в системе уже этой героини, Потом началась перестройка, вот, значит, ее муж там был бандитом, значит, тогда известным уже, вот, значит, и началась жизнь вообще, что в нагоне иступало на землю, то есть все такое в некий и в роскоши. Ну, как бы, историю рассказал, что вот если фамилию тогда ее мужу там скажешь, то, ну, как бы, даже там представители власти, говорится, снимали шляпы, а еще. Ну, другое, начало 90-х, значит, там все стало меняться, вот, и вместо вот этой роскоши стало все, ну, одним словом, все теряли, теряли. Ну, дьявол, знаете ли, одно время держал, значит, топоры, свой гнев такой, как бы, да, вообще не ярость, а потом, значит, обрушилась эту семью и уже потом кололись уже со всеми подряд и с бомжами-то, значит, вообще, что такое, это, потом вот эта квартира какая-то непонятная, бредон какой-то, туда ходили все подряд, значит, и ее просто кололишь в начале, последние дни, как кололи ее в прошлой школе, просто не стонало, значит, не кричало, значит, там, и... А потом она уже и не могла отвечать, потому что прогнила уже вся, но она была еще жива, душа была в ней. Бог иногда сохраняет, да, странно, как бы, да, человека, уже по всему должен был увереть, а Бог сохраняет его. Я думаю, что это особый промысел есть в некоторых душах, вот, чтобы они покаялись, вот, а в этой женщине сто процентов, я понимал, что это, вот, Бог сохранил ее для ее покаяния. Ну, я думаю, что она и без того, конечно, ну, было над чем подумать, да, лежа там в таком состоянии, но, знаете ли, иногда нужно, ну, подсказать, что, иногда нужно повести, иногда нужно вот так помолиться, вот, и сказать, что Бог ее любит. То есть, я, ну, думаю, что я ей никогда не говорил раньше, до того, что Бог ее любит. Вот, пусть она такая была уже страшная вся, но в глазах Бога она была прекрасна, то есть, я вот убежден, сто процентов. Но, ну, даже история-то не об этом, не о ней даже, хотя, вот, я очень, ну, рад, что она напокарилась, очень рад, что, вот, обратилась к Богу. История была обо мне, вот, это свидетельство. Знаете ли, я вернулся домой, я мылся весь, мне казалось, я весь провонял вот этим запахом трупным, этим, знаете ли, вот это, и потом помолился, ну, как помолился, все хорошо. Слава Богу, был прекрасный день, я провел занятия в библейской школе, вот, значит, в институте в этом библейском, значит, там, помолился за эту женщину. Ну, все хорошо, как бы, да, и, вы знаете, и какая-то мысль такая пронеслась, такая, ну, явно такая шальная, какая-то такая, вроде как не моя даже. Вот, значит, у нас есть мысли, бывает от Бога мысли, да, бывает от дьявола, бывает наши, просто обычно наши мысли человеческие, всякие. Вот, порой не сразу сообразишь, откуда мысль какая-то пришла, вот, и, значит, и, ну, враг яму там подсеял свою, и, значит, и мысль была такая, очень напоминала, кстати, вот эту молитву. Благодарю тебя, что я, ну, вроде как, даже молитвенная жизнь, молитвенная мысль, вроде бы, да, что, благодарю Бога даже, что я не такой, как некоторые, там, люди, вот, что я не был таким, там, наркоманом, алкоголиком, тунеанцем, там, да, у них как-то еще там. Вот, не, ну, я, как бы, тут же я же библию читаю еще, как бы, и понимаю, что это очень похоже на ту мысль, на ту молитву, и, конечно, ну, и там написано, что он менее оправданно ушел, получается. Ну, я, конечно, не хочу так, как бы, я так сразу и прогнал эту мысль, ну, прогнал так, знаете, так, очень деликатно. Можно по-разному прогонять, знаете, можно по-разному отказываться, можно отказываться так, чтобы он отказался, и всем ясно, что он отказался, да, вот, а можно так, да не надо, да ладно, да, ну, как вот, как отборщал, да, да, отборщал. Вот, вроде как бы отказываешься, а думаю, что уже с третьего раза точно застылся, да, вот, то, что он борщает, я не знаю, вот, такой человек еще не родился. Вот, и, значит, и, что интересно, значит, и вот я как бы отказался от мысли, но это я потом уже сообразил уже, потом, что я не так хорошо отказался. То есть, ну, а дьявол-то, ну, не дурак, значит, пониматели, нельзя противника недоценивать. Вот, значит, за эти тысячелетия враг уже так изучил наш род человеческий, что там уже там, там даже не может быть сильно психологом, чтобы понять, что тебе эта мысль понравилась вообще. Вот, даже не можно мысли читать твои, просто оно тебе на лице написано, что тебе нравится. Вот, значит, и, короче, эта мысль, оказывается, где-то у меня там вот, ну, слава Богу, она не пустила корешок, вот, потому что прямо ночью было, ну, от Бога в лечении. То есть, я уснул, уснул, благочестивый такой батюшка, все хорошо. Знаете ли, ничто не предвещало беды, все было хорошо. А во сне я увидел грязь, это невероятная сонгл, вот, ну, всякие сны видел, но такой грязи не видел вообще. Вот, ни до того, ни после того вообще. Это просто грязь, да ни до него слова, это болото, жижи, это анализация, это, я не знаю, что это все вместе взятое. Короче, это грязь, и я во сне прямо понимаю, что вот с этой грязи меня Бог достал. И самое интересное, во сне вот эта грязь, она была еще грязнее, чем вот эта грязь той женщины, я четко понимаю, прямо во сне. Вот, она и в блуде, там, значит, там, и в наркотиках, и в алкоголе, и все, значит, ха, вот это да. Грязь других людей, которых я подумал, они грязнее или нет, серьезнее грязь. Тем более, там, кстати, вот в этом институте тогда учились, как раз, в том потоке, там, больше пол, наверное, это половина класса, так были, бывшие эти вот, бандиты всякие там, вот. Да, и это порядочный грязь, ну, как бы, ну, как бы, вроде все нормально, значит, но, вы знаете, во сне видел грязь, которую Бог мне достал. Она была еще грязнее. Да, и не только грязь, я видел еще, ну, не видел, а слышал, слышал слово. Этот голос тихо, но очень четко говорил, несколько раз одно и то же, вот слово в слово, хотя там не запомнить нельзя было просто. Несколько раз одно и то же слышал, слово в слово, и, при том, очень серьезно так вот это все было сказано, ну, с любовью, но так оно очень серьезно. Вот, и когда проснулся, я только было подумал, что надо же, что мне приснилось. Я даже не спал об этом подумать, только-только было, начал думать, что я, слава Богу, это просто сон был. Вот, значит, я слышал этот голос еще раз, уже, я уже не спал точно, сто процентов я уже не спал. Я проснулся, прям сразу проснулся, знаете, вернулся. Вот, но, но, значит, это уже не было во сне, это было явно наяву. Тихий голос, вот, тихо, но очень так же, очень так вот строго, с любовью строго. Я слышал этот голос еще раз, как будто мысль, это не мысль было явно, это был голос внутри, тихо-тихо, очень сказал. То же самое, что во сне, повторил несколько раз, слово в слово. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркоману, алкоголику или проститутку. Держи, держи то, что ты сейчас имеешь, даже те, что ты сейчас имеешь. Вот так было сказано. И все, и я просто разошел. А во сне видел грязь, которую Бог мне достал. Грязь, это, я не думал, что она такая сильно грязная. Ну, я знал, что она грязная, конечно, я знал. Даже на коллекциях мы там говорим, там, чуть-чуть, там, об этой грязи, там, многобожия всякого, там, религиозного культизма, там, прочих вещей. Но, я увидел эту грязь, я понял, что она очень грязная. В глазах Бога очень грязная. То есть, я понял такую вещь, тоже, я понимаю, что у всех нас Бог из грязи и в князь. Знаете ли, всех Бог у нас берет. А, кто мне рассказал? А, вчера мы как раз ехали, ребята там вспоминали, как, значит, когда-то казаки там выбирали какого-то атамана, что-то, главного или кого-то. Вот, они вот там его, какую-то грязь толкали там. Значит, значит, вот не помню все истории. Короче, в Сечи или где-то казаки собирались и выбирали главного атамана своего. И когда они его выбрали, какого-то, да, допустим, Порошенко, Петро Порошенко, а, будешь главным атаманом? Вот тебе потом балован будет. А вначале они его вели, значит, в какой-то грязюке, бросали в эту грязь, ну, позор, прилюдно, толкали в грязь, значит, все, смеялись. А потом, значит, его омывали, значит, там, и все, облачали, вручали. И говорили ему старшины эти вот, что из грязи тебя взяли, но, если что, тебя снова в грязи. Вот, ну, то есть, и все, школа смирения, летом уже, он, да, он, витман, он, он, да, но казаки все знали, что, может, достали из грязи, если что, тебя снова в грязь. Мусорный банк падает. Да, 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 иллюстрация по-брински. Кстати, да, в этом шутки есть. Да, это, я думаю, возле всех этих больших кабинетов надо ставить мусорный банк. Как вот, ну, предупреждение, что, да, вот, мусор-то и в мусор падешь. Вот еще, да, грязь, да, из прав ты и в прав снова падешь еще. Вот, наверное, что-то такое... Это будет вот, ну, демократия, слушайте, демократия. А мы когда ехали туда, по дороге все разговаривали, вчера вечером были у Жени Гудухина. И я вспомнил слова одного из отцов, основателей Америки, Джордж Вашингтон. Он говорил, что, ну примерно так мысленно звучало, что если народ боится правительства своего, это тиранией называется. Но если правительство боится своего народа, это демократия. И, в общем-то, у Украины есть шанс стать хорошей демократией. Вот именно в хорошем смысле этого слова. Думаю, Джордж Вашингтон сказал, молодцы украинцы, у них есть уже, у них что-то получается. Да, вот в этом направлении. Это очень, ну, считаю, важно. Потому что многие, ну, как бы, ну, по традиции называют себя там, в демократиях многие называют себя слугами народа. Значит, да, значит, но это слуга такое, что там. А есть еще круче, папа римский называет себя слуга, слуг. Это еще круче, мега, супер слуга вообще. Вот это. Не, ну, про нынешнюю ничего не скажешь. Он был очень такой, ну, круткий такой. Ну, да. Но в истории были такие слуги слуг, что, ой, к ним на какой козе не подведешь вообще. Целование, целование туфли было. Даже там князья, герцы, короли приходили. А он так, к туфле, к ноге. Вот тебе слуга слуг. Вот это да. Да. Да, даже можно по-разному там, знаете, вот они, чтобы его в грязь, потом достать, сказать, вот, милый человек, из грязи, так сказать, вот, и если что, снова грязь-то такая. Да, 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 да. Выбирай кто-то, да. Либо человек новое творение, либо, вот, вымытый свинья, снова идешь валяться в грязи. Вот так, господа. И, конечно, ой, омытые фарисеи. Давайте эту неделю, вот, по традиции, говорю, вот, вся эта неделя, да, она вот посвящена, посвящена вот этому размышлению, омытые фарисеи. То есть, будем знать, что Бог у нас всех из грязи достает. Каждого со своей грязюки. И неважно, там, какая грязюка, по сравнению с какой, кажется, там, менее грязной. Все согрешили и решили славу Божьей. И нет правильного объяснения одного. Получай оправдание даром. Бог спасает всех нас просто даром. Просто не потому, что это халява, бесплатная, а потому, что это настолько дорогой дар, что никто бы из нас, проработав грязи всю свою жизнь и даже целую вечность, не смог бы заплатить за этот дар. Потому, что это слишком огромный дар. Поэтому он дается в дар. Не потому, что это никому не нужно, знаете ли, так вот. Бывают дары разные, да? А это потому, что дар, потому, что мы не смогли бы заплатить за него. А сам Бог, сам Бог заплатил своей кровью, драгоценной кровью своей. Отдал за нас. И вот, как вот, Отец Христи говорил уже про кровь Христа, да, что я не знаю, в каком там сосуде или каком сосуде. Я тоже себе это представляю. Вот Иисуса, вот, как написано, вошел во Святое Святых на небеса со своей драгоценной кровью. Как это можно представить? Я тоже представил себе, как вот те батюшки еврейские, да, вот эти первосвященники. Когда они заходили прямо туда, значит, канош-канош-эм, Святое Святых, раз в году, они тоже заходили с какой-то посудиной там, значит, да, с съемкостью, в которой была кровь вот этого ритуально обескровленного козленка. Значит, и эта кровь окроплялась все там. И это была кровь с заветом, по сути. Ну, тогда это было, ну, из года в год повторяющейся, правда, это не было. И при том, у священников не было гарантий, сто процентов, что, ну, Бог примет эту жертву. Ну, много чего, много было составляющих. Но обычно, конечно, говорили, да, что нужно каяться, нужно примиряться. Священники объясняли людям, что евреи давать им, прощают, давать им, как бы, значит, ну, не будем никому должным, кроме взаида любви, как говорится, значит, все. Вот, приводим в порядок свою жизнь. Вот, и Бог Всевогущий, Отец, Он таки простит нас и благословит. Но во времена второго храма даже был такой обычай. Священники, вот я говорю, да, они вот этой кровью пропитывали ритуально обескровленного козленочка, пропитывали лоскуты белоснежной материи. Значит, эти нити и лоскуты белоснежные, они становились кровавыми. Вот, и они привешивали их в храме, священники, и наблюдали, батюшки, примет ли Бог в этом году жертвам своего народа в тот день, день искупления, день емких уроков, день искупления. И наблюдали. Иногда, в некоторые годы, эти лоскуты оставались кровавыми. Иногда они становились белоснежными. А священники, во основу вот этого обыча, что ли, обряда, они брали местописание из Исаии, пророка, который говорил, что если грехи ваши будут как багряные, или как в буквальном еврейском тексте говорится, как окровавленная тряпка, пропитанная кровью тряпка, я сделаю белоснежной, Бог говорит дальше. И вот священники наблюдали за этими лоскутами, и иногда они становились белоснежными, иногда оставались кровавыми. И священники говорили, выходили к народу и говорили, люди добрые, простите. Нет, Бог не принял в этом году жертву своего народа. Теперь приходите в следующий году. Будем еще раз заходить туда, во святое святых. Вот, раз в году. Нельзя было сделать, знаете ли, еще дополнительное служение такое, и попробовать снова зайти. Это лишь раз в году было. И вот, интересно, там в Талмуде, в разделе Йома как раз говорится, где говорится о празднике Йом-Кипур, есть очень такие интересные места, которые косвенно подтверждают правдивость Евангелий и личности Иисуса, как именно Христа. Вот, и Иешуа как Машеа. Значит, то есть, как бы, очень при том, ну, конкретно подтверждают. И вот самые шикарные, конечно, подтверждения такие, прям, которые нельзя не заметить, ну, кроме Писания, конечно, это в Талмуде, в разделе Йома. И там говорится, что 40 лет при некой вышивании цадики, праведнике Симоне, ну, мы знаем, как раз на Средине вспоминаем, как раз праведника Симона, значит, так вот, при нем, значит, 40 лет подряд было чудо, что каждый год, из года в год, лоскуты кровавые становились белоснежными вдруг. Вот, и это очень сильно радовал народ, конечно. Каждый год, из года в год повторялось чудо. Потом 40 лет была неопределенность. То есть, временами они становились белоснежными, временами оставались кровавыми. Но, дальше написано, но последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на юге пор Всевышним Богом не принималась. А лоскуты оставались всегда кровавыми. 40 лет подряд последних. А храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет, получаем 30-й год нашей эры. То есть, время как раз, ну, историческое время как раз страданий Христа, распятия, провинция крови божественной. И когда он сказал, совершилось искупление рода человечества. Почему 30-й год? Потому что, ну, у нас обычно считается 33-й год, но это не точно назад. Ну, как бы, если библийский брать и исторический, то правильно искать именно 30-й год нашей эры. Потому что Рождество Христа было на 3,5 почти года раньше, чем это принято считать сейчас у нас. К сожалению. Ну, это, я об этом как-нибудь попозже расскажу еще. Вот, историческом таком, ну, как бы, феномене. Дело в том, что, ну, самор празднование Рождества, конечно, очень красивое. Вот. Мы тоже пели в эти дни, кажется, в порядке. Я много пел, обратил внимание, даже немного, да. И на улице, и в помещениях там везде. Пели, пели, пели много всего. И я там оторвался. Все, что знал. И даже пульс, в калятке пел некоторые, да. Вот он. Джищай, бетлее, джищай, бетлее, весола новина. Жепанно чисто, жепанно чисто породжила сына. Христос, чароджи нас, освободжи анну, плеграю круглевитам. И дальше, дальше. Прославление Христа, как раз вина. Да, ну, конечно, пели украинские. Вифлее, беднесь Мария пречиста, породила губа тебе, нам Христа. Слава, волишній Богу, слава, волишній Богу. И мы всім наземли. И на польском есть парусамы. Хвала на высокощи, хвала на высокощи. И попуй на землю. И вообще очень красивая песня о рождественске, о рождестве Христа. Вот, но мы празднуем это и в декабре, значит, и в январе, значит, да, но, вообще-то, исторически это было в сентябре. Вот, здесь, братья, ну, как бы и библейский, и астрономический. То есть, библейские вычисления, это по АМИ в очереде, если отсчитывать и по месяцам беременности, получается как раз, что рождение Христа было, значит, именно как раз, ну, попадало на сентябрь. И астрономически, есть вычисления даже обсерватории НАСА, значит, то есть, там не только верующие были ученые, в этой команде там и много, ну, таких, научных светил, которые и не христиане, но тоже самое, они согласились с тем, что по всем вычислениям это было в третьем, даже, ну, четвертый год там уже до нашей эры, считается, значит, и это было, попадало на сентябрь как раз, рождение Христа. Вот, и, тем более, что, пастушки с ягнятком, перед им дитятком, на колита припадают, Христа Бога прославляют, да? То есть, значит, а пастухи почему были, да, значит, в полях? Потому что не зима, зимой стада всех вертепов. Пертепы не сдаются по жительству, не использовались никогда в то время, зимой не там. Приветствую еще нашего отца Алексея Второго уже, слава Богу. Вот, и, значит, много таких исторических всяких таких докладок, интересных раскладок. Вот, и в летнее время, и вот до, ну, по-нашему, получается, до конца сентября, начала октября уже стада могли быть еще в полях, но не позже, ни в коем разе. Потому что уже в октябре, уже по нашему исчислению стада уже загонялись в эти стойла, в эти вертепы и прочее. Тем более, маленькие животные, однозначно. И, значит, и сезонные рабочие пастухи, они получали расчет, и, как бы, уже к празднику они были дома. Какому празднику? Один из трех праздников паломнических. Первый праздник паломнический какой? То есть, это праздники, которые в Библии указаны, когда все мужское население, то есть, от 13 лет и выше, кто только их был способен, могли и должны были быть в Храме Господнем, при Храме Господнем. Три праздника паломнических в Библии указываются. Первый какой? Пасха, да? Пасха, да, это выход из Египта, да? Значит, и родители Иисуса с младенцем, да, Иисусом, они каждый год на Пасху были там, в Иерусалиме, в Храме. То есть, они были благочестивой семьей такой и ходили туда, как паломники. Но женщины, конечно, они были в других дворах, но мужчины заходили прямо туда, в те дворы, где при Храме прям были, вот, служения. Вот, ну, как и сейчас, допустим, в синагогу, да, есть разделение, там есть мужская часть, допустим, да, есть женская часть, допустим, да. Вот, и тогда при Храме была большая территория отгорожена именно для паломников мужчин, но женщины, которые хотели быть тоже, ну, в этот день там при Храме, для них было отдельный двор такой придуман, специально такой, с колонами или прочего, украшен такой. И вот родители Иисуса брали его маменьки к собой, каждый год они были на Пасху там, в Иерусалиме. То есть, они были благочестивой семьей. Ну, и написано, что Иосиф был праведник, да, он пред Господом был праведником. Вот, Цадик, вот, значит, ну, даже не Цадик, нет, это он был, скорее, как бы, по тем временам фарисеев даже. Ну, Хасид сейчас, Хасид, Хасид. А в чем Цадик от Хасида, отличается, говоря? Интересно, Цадик, он праведник, праведник, да? И Хасид тоже праведник, как бы, да? Но есть разница. Допустим, обычно сравнивают с двумя сыновьями. Ну, как клича, не клича, как сказка, не сказка. Но, допустим, папа попросил попить. Дети дайте мне попить. Очень хочу пить. И вот Цадик, это, как вот, тот сын, который пошел и, допустим, ну, набил воды и принес папе своему. Папа попил, доволен, спасибо, сын, молодец, дал мне попить. А Хасид, это второй сын, который знает, что папе нравится, допустим, клюквенный морс. Ну, это сложнее, но он пошел туда, значит, там, взял эту клюкву, значит, он там, приготовил этот морс и принес, и папа попил. И он тоже угодил отцу своему, да? Но он знал некоторые нюансы, которые папе нравятся. Вот, как говорят, Хасид, что это тот, кто, он не просто Цадик, он настоящий Хасид, он настоящий ферисик, тот, тот, который хочет узнать, что же папа любит вообще, тот дотонкости, и исполнить это, как бы, чтобы папа был вообще там вырослым. Добрый и верный раб. Не просто верный, а добрый еще и верный. Ну, это, как бы, просто, как бы, так, Пасха, и мы же знаем, что, когда Иисусу исполнилось, ну, почти три раза было ему, да, получается, он потерялся в храме, как раз там, как бы, потерялся, на самом деле, он сказал родителям, а вы не знаете, что не должен быть помех отца моего. То есть, осознание Бога, как своего отца. Не просто отче наш, а отче мой. Не просто отец наш, а отец мой. Вот это осознание, по сути, должно быть, ну, в каждом еврейском мальчике к 13 годам, да, вот, парницы, когда совершаются, или для девочек Бат Митсва. То есть, считается так, но по традиции, если не за памятных времен, она идет, это традиции, говорят, что с Моисеевым времен, что когда исполняется 13 лет, то до 13 лет мальчик, девочка должны осознавать, значит, ну, понятно, и Бог обращаться, безусловно, но вот их родители, это их родители есть, вот, но к 13 годам родители земные должны сделать все, чтобы дитё уразумело и поняло, что есть отец, который на небесах, и это его или ее отец. Кроме земных родителей, есть небесные родители, вот, и совершается обряд обычный, очень красивый, ну, можно даже на ютубе посмотреть, там, они по-разному совершаются, но очень красиво, обычно, зрелищно, собирается огня, там, кушает, там, и, ну, самое главное в этом, в этом обряде, что мальчику и девочке говорят, ты взрослый, ты взрослая, что есть твой невестный родитель, земной родитель, это время для родителей, вот, и, ой, знаете ли, но есть небесные родители, вот, и в прошлом году уже, уже в прошлом году получается, что не стало, когда не стало и мамой моей, а вот так, в 13-м не стал папой, и вот, когда не стало уже мамой, знаете, вот, и брат не стал тоже, и вот, и вот такое, я рассказывал уже об этом, переживание было, знаете, особое, что, что есть, слава Богу, есть родитель, который не умирает, который не умрет в веке, есть родитель наш, отец наш, мы говорим, да, который даже, даже, мы взываем к нему, Авину, Авину, мы говорим к нему Ава, Ава, очень, Авину, это Отец, это Папа, Ава, это Папочка, Папуленька, Папенька, это то, что человек говорит, ну, на самом деле, не просто как отцу, как тирану, не просто как отцу, как папочка, Папули, Папеньки, Как? Татузь. Мне так понравилось слово «татузь». Там пастор Андрей, да, в Альбоме, спасибо, что он помнит, да, пастор Андрей в Альбоме, он так интересно это выразил по-укарински, «татузь». Да, и он там говорит, что он, пастор Андрей, он вообще выходец из этих, из католиков, таких ортодоксальных католиков, и он богослов, философ, панфилософ, знаете, много что знал, учился, вот как бы и, ну, философ и богослов, порой кругом по косточкам, знаете, раскладывают, значит, и в служение ангелов вникают и знают то, что даже им и вообще, и лучше бы и не знать им вообще. Вот, но самое интересное, потому что в основном это все греко-римская школа, оторванная от еврейской традиции. Еврейская традиция, нет, она интересовалась, конечно, и Богу всемогущим, но фактически полностью, ну, допустим, лишь один процент, к примеру, всего богословия, даже современного иудейского богословия, лишь, ну, можно сказать, один процент, это изучение, кто есть Бог. 90-ти процентов, как нам жить, кстати, вообще, что нам делать, и вообще, что Богу нравится, и как быть Ему угодным, как бы вообще. Значит, интересно, греко-римская школа, она другая, там 90-ти процентов, это что есть Бог, и кто есть Бог, и с чем его идеаты вообще, откуда, кто от кого отходит, кто как приходит, кто чем занимается, и вообще сколько, и всего-то, значит, и вообще, хотя и в еврейской теологии, на самом деле, есть даже понимание, можно сказать, троицы. Ну, это не говорится, но это подразумевается порой, но это очень интересная тема, очень интересная тема, хотя любой благочестивый иудей скажет, не, нет, троицы у нас нет, но она как бы и есть. То же самое первородный грех, вроде как бы нет, как бы считается, это одно из отличий, но на самом деле есть тоже, и в иудаизме тоже, в богословском есть, понимание, ну, это называется по-другому, ну, это хрена резько несла, что-то как бы это, это одно и то же, только в разном понимании. Злое начало называется, это змей, который внутри человека, то есть, змея, разговаривающая, значит, с Евой, это одна проблема, тоже проблема, но то есть, одна проблема, но змея, которая внутри уже человека, и внутри Евы, это уже другая проблема. Змея, которая уже отобразилась в сердце, и это уже была совсем другая проблема. Злое начало, и нафиш, душа, да, человеческая, когда злое начало поселяется и... Да, 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 вот, и есть Тануэль, да, а есть Эммануэль, и вот Бог хочет, чтобы не злое начало жил у нас, не этот змей, которого пригрели мы, так дальше, наши отцы еще пригрели эту змею на сердце свое, а чтобы мы жили в сердце с Богом. Чтобы Бог жил у нас, Он этого очень хочет. Ну ладно, друзья, напомню, Пасха, Песах, да, первый паломничественный праздник, второй паломничественный праздник, это Шевод или Пятидесятница, Пятидесятница, Троица еще в нашем исключении обычно, в народе Троица называется. День, когда Бог подарил нам заповеди свои, дал нам Библию, дал нам Тору, день, когда Бог также совершил чудо, на Пасху Бог совершил чудо воскрешения своего Сына. Поэтому для нас в новозаветном формате Пасха это не только выход из Египта, даже не сколько выход из Египта, сколько воскресения Иисуса Христа, уже нового Адама, чудо нового завета, когда Он взял чашу и сказал, это есть новый завет в моей крови. Вот это мы вспоминаем. Друзья, а на Шевод, на Пятидесятницу мы не просто вспоминаем дарование Торы и то, что совершилось тогда, ну, еще почти за полтора тысячелетия до нашей эры, но мы вспоминаем, что в Новом Завете, во Второй Дедеянии, при наступлении дня Пятидесятницы, праздника Шевод, Бог излил ровно годов святого Духа Своего на ту первую мессианскую общину, ту первую церковь, которая стала колыбелью мирового христианства. Из этого небольшого ручейка, огромная родилась река впоследствии, слава Богу. И вот, то есть, начало церкви, начало нашей эры, таковой христианской, да, господа. И вот, Пасха Пятидесятница, а третий праздник полунический, это поставление пущей. Мы так читаем эту библию в нашем переводе. Праздник Суббот. Сука – это шалаш. Шалаш. Вот, там, я уже видел такие эти картинки в сети, там, сколько раз. Ленин возлили шалаш, в какой-то он там что-то пишет. И написано, сука, правда, в другом переводе, там, с другим ударением. Ну, а в другом, а в другом написано было, что по шалашкам, товарищи. Вот, но самое главное, что Бог повелел-то жить в этих суках-то. Почему? Сукот, да, в этих шалашках. Чтобы показать нам, после сборов урожая, после всех, типа, ну, значит, летнего там сезона трудового, что Бог хочет, чтобы мы с тобой жили в шалашах, чтобы поняли, что с милым и в шалашах. Вот, что, несмотря на то, что у нас есть дом, допустим, значит, да, и хлеб, и до хлеба, значит, и, значит, консервация, все готово, как бы, да, значит, к зиме, там, значит, там, и до следующего сезона. Но мы должны понимать, что наше все – это Бог. От Него наше благосостояние, вообще, от Него всякое даяние благое. И дар совершенно свыше от Отца Святого. Аминь. Вот, и к празднику Суббот, к празднику Суббот, все, значит, стада уже были в полях, уже исполимбраны, были уже там, в этих стойлах, были в этих загонах, были в этих лиртепах. Вот, и, значит, и, что еще? Ну, да, интересно. Сезонно рабочие уже получали расчет, денежки и с деньгами могли купить уже к празднику, в своей семье перейти уже как обеспечители, добытчики. Вот, тогда заработаны деньги, можно было жить до следующего сезона. Вот, и Суббот, это был еще праздник, тоже и десятины, и все, значит, то есть, люди рассчитывали десятую часть своего там, этого, урожая. Но, вот о чем фарисей-то говорил, что я там даю десятину, но это было поводом у него для гордости даже. Но это, к сожалению, Бог-то смотрит на сердце человеческое. И вот, очень внимательно. И вот, в это время как раз вот это чудо произошло, слава Богу. Да, но, наверное, уже в следующее воскресенье, даст Бог, хочу рассказать как раз о Средине. Ближе мы будем уже к самому празднику. Да, и прочитаю о самом Средине Господа нашего Иисуса Христа в храме. Это младенцы его, младенцы принесли его к храму. Принесли его и Симеон, благочестивый человек, да, Божий человек, исполненный Духом Божьим. Ему было сказано, что он не умрет, пока не увидит Христа Господнего. И он пришел к храму. Кстати, говорят, что он был одним из переводчиков вообще Библии на греческий язык. Говорят, что он именно переводил пророков и переводил как раз то место на греческий, где говорится, Сиде в обучении примет и родит сына и нарекует его иммануил. Что значит, в нас Бог такой, в нас. Да, и вот, и он хотел перевести, что не Дева, а молодая женщина, она забеременеет и родит своего сына. Ну, больно, логично. Но в этот момент, говорят, что именно ангел остановил его и сказал, что нет, пиши именно Дева, именно Девственница, она забеременеет. Как? Ну, не твое дело, как? Раз право сказал, значит, так и пиши. Вот, и он не знал, как. Но мы теперь знаем, как. Дух Святой сошел на нее. Без человека, без Иосифа, да, она заберемела. Когда они были еще, по сути, как в помолвке, да. И потом оказалась она беременна. Конечно, чудо-чудо, но я представляю себе Иосифа, его шок. И он был явно не цатиком, а он был хасидом настоящим, получается. Потому что если бы, ну, он мог бы по-всякому слышать это, как бы, ну, посмотреть на это. Но он решил не просто, знаете ли, вот, как бы, ну, не сходиться с этой девушкой, да, больше. А он решил, что? Не придавать отогласки, тайно ее отпустить. Но, слава Богу, что во сне, видимо, вот к разным людям Бог по-разному говорит. К нему, мы видим, да, он во сне, так как Бог говорил. И вот во сне сказал, что не бойся принять. Не нагулял он, ничего не, не. Это было вне от Духа Святого. Вот, назовешь его Иисусом. Вот это да. Да, слава Богу, вот так все произошло. Да, и пусть этот февраль, месяц, наступивший сегодня, пусть он будет для нас, вот, месяцем таких встреч с ним. Есть разные с ним встречи с Богом. Есть, вот, как Иосиф, он ждал долго этой встречи, много лет. И вот, придя в тот день храму, подостовению от Бога, он увидел эту семью Иосифа, Марию. Мы тоже должны увидеть порой Бога, ну, в обычном совсем, как бы, ни в великом, ни в большом, порой в малом совсем. Потому что это не было, как вот на иконах рису, или на картинах, вот такая семья, ведь вот их сразу видно издалека, что это такая особенно суперсемья, но даже у них все светится там и прочее. Такого же не было. Это обычная семья. Притом, Иосиф, он был праведником, и он не от жадности, понятное дело, а от скудости, он за свою первенца не мог принести даже достойную жертву, о которой в Библии говорится, за первенца должна быть достойная жертва. Но там говорится, если семья будет бедной, да, и еврей не сможет заплатить большим денег за положенных, он пусть принесет, ну, как копейничную свечку, пару птенцов-голубиных, которые стоили вообще-то там, потому что, извините, что полщики, там вообще копейки стоили. Это чисто символическое балло. Ты заплатил, тебе дали этих двух голубиных птенцов, двух голубят, их в Библии принесли в жертву за твоего сына, первенца. Кстати, в традиции говорится, даже если еврей очень бедный, он должен стараться из кожи лезть вон, ну, занимать нельзя на это дело, но он должен стараться за сына принести достойную жертву, за первенца своего. А здесь Иосиф не смог принести достойную жертву. Я думаю, он, может быть, даже шел, может, где-то даже и мысль такая заправдывается, вот, надо же, первенец, да, значит, и я не могу достойно даже принести за него жертву. Может, соседи осудили, может, сказать, ну, вот, пошел Иосиф. Вот, а где же там золотишко, которое волховы-то приносили? Неужели? Мы не знаем. Кто его знает? В жизни всякое бывает. Всякое бывает. Мы на небесах только все узнаем. Иосиф проспрашивает, что с этим золотом, где оно было там. Ну, бывает так, что как пришли, так и ушли. Знаете, да. Ну, всякое бывает в жизни. Кстати, когда евреи обворугают, или он теряет деньги, или у него своровали, значит, есть такая добрая традиция, старинная традиция, еврей говорит, спасибо Господи, что взял зенгами. Я не знаю, может быть, Иосиф тоже так сказал. Мало ли, чтоб было вообще. То чудо, которое, значит, что они спаслись, представьте, да, мы сейчас читаем, мы думаем, ну, это понятно, Бог-то, Божий Сын-то, но каково было все это пережить, представьте, да. И там, когда было сказано, значит, Иосифу встань и иди. Все, бери младенца, к матери его, беги в Египет. Да кто знает вообще. А он послушался, побежал. Наверное, потом, когда узнал, страшную правду, что произошло там, наверное, ужас. Ну, я думаю, что многих, наверное, вот охватил бы ужас такой какой-то, да, от чего Бог спас. Я не знаю, много историй таких есть вообще. Это кто рассказывал в этой поездке, что ли? Когда в лагерь везли пленных, ну, это, ну, фашистский, помню, лагерь, советский уже не помню. Когда, значит, значит, не кормили, значит, там, значит, и людям нечего было есть, значит, и долгий, долгий путь был еще, и там, значит, лежал на одном месте больной такой человек. И, а, а, попал христианин, который Бог спас. Значит, и этому христианину, молящемуся, да, вот тот умирающий больной, иди сюда, дедушка, подозвал его, и говорит, когда я умру, ты ляг на мое место вот так же, как я. Да, да. Это как? Дедушка. Дедушка. Его дедушка был. Ляг так же, как вот, ну, расскажи лучше ты, да. Как там? У меня дедушка попал в сына еще в первые годы. И когда их везли в Дахау, фашистские послаковые вагончики, которыми они были, говорит, как селедки были набитые. Вот. И говорит, там мужик лежал, умирал уже. Я говорю, да, а он там, почти губы смочит, то еще что-нибудь такое. И потом, говорит, он его подозвал, говорит, я сегодня ночью умру, но когда я умру, ты меня, говорит, тихонечко отодвинь, а на мое место ляжь. Он говорит, ну, ложись именно так, как я лежу. Он говорит, зачем? Ты ночью все поймешь. Ты, говорит, потом ночью поймешь. Он, говорит, проверил точно, говорит, умер. Говорит, отодвинул его в сторону, лег на его место. И, говорит, когда ночь уже была, чувствую, по лицу у меня что-то. Говорит, я рукой раз, а там на ниточке кусочек и ушка. И вот, говорит, сколько нас везли в этот Дахау, каждую ночь на веревую, на ниточке опускалась хлебушек. Вот так вот его эсэсовец кормили. И в лагере точно так же был эсэсовец. То есть какой-то эсэсовец, он, значит, ну, даже рискует собой, он спускал туда хлебушек. Вот кому повезет? Кто-то поел в каждую хлебушку. И в лагере тоже был эсэсовец, который его отводил в сторону, давал хлебушек незаметно. Говорит, только никому не признать, ну, ни с кем даже не делись. Иначе, говорит, и я, и моя семья, и всех, короче, всех расстреляют. Вот. А дед у меня, дедушка был верующим. Ну, он такой неяркий, знаете, просто верил в Бог, все, что говорил, да Господь нам помогал. Это нам Бог помогал. Это нам Бог помогал. Так что, аминь. Да. Вот. Слава Господь за все. Бог действительно, у него столько путей к спасению. Порой очень необычные пути. Но я знаю, кстати, если человек верующий, да, и он хочет служить Богу, Бог даже проводит порой через такие вещи. Вот, был я в этом, как это называется, Карагандар. Карагандир был. Значит, пастор Серов, он рассказывал, что его дедушку, он также был, вывезли с Украины откуда-то вывозили их и откуда-то еще вывозили их. Значит, верующих, не много верующих, вагонами прям возили. Ну, в Казахстан, прямо в степь. И вот, значит, и получилось так, что в каждом вагоне когда привезли было много трупов, да, и прям этих трупов прям сбрасывали, прям, живые выходили, но, как оказалось потом, что вот те, кто выжили, не завидули даже тем, кто умер по дороге, потому что там было самое издевательство для них. Лагерь сам был вдалеке, надо было еще пешком идти, далеко до этого лагеря, ну, концлагерь такой советский, фабрика смерти, это еще 30-е, что было такое, более 30-е, очень довоенная. Вот, и, ну, фабрика смерти уже работала, ГУЛАГ уже работала на полную катушку. Вот, значит, и туда и гнали, и вот эти НКВД, значит, кто с двух сторон там их вели, вот, те, кто ослабевал, их, либо собаками разрывали, собаками, люди, разрывали, прямо на глазах людей, обезумевших, просто ужаса. Вот, либо, если более гуманный был офицер, если просто пристрелил, и все. так они шли, и шли, и по дороге там, там кто-то упал, там кто-то упал, ведь, сколько люди уже ни ели, ни пили, поэтому люди упирали по дороге, многие, вот, ослабевали. Значит, и страшно было, представьте, если упал, что тебя либо пристрелит, если более гуманно, а если такой, то собаками разрывают, собаками, конечно, КВД. Вот, еще, и, и вот, его дедушка, он тоже шел, и уже ослаб, он молился все время, а он как раз перед тем, был в писательской общине, воронаевской, как раз вот, где, вот, за него молились и заключили духом, и он, поэтому, вот, его наставили, молись духом, молись духом, и он молился духом. Но, как тело уже ослабло так, и пить хочется, и ел давно, ослаб так, что уже все, уже было все равно, думать, наверное, все, конец будет, да, но молился на языках, молился духе все это время, и он упал. И самое интересное, подошел там официальный, там, КВД, не пристрелил человек, может, посчитал, что все уже, как бы уже, да, его просто на ногу, так, раз, его туда, вот это в сторону, толкнул, значит, а уже настолько уже ослаб уже, что уже все равно, пристрелит, разорвут, разорвут, все, и они ушли, он слышал, как уходят люди, уже все, собачий лайк, люди, уже не слышно никого, вот, и думает, наверное, все, вот теперь, мой конец, но в степи, просто так, замерзнуть все, он еще, и молился, молился в духе, попрежнему молился в духе, чтобы уйти, хотел Богу, вот именно, вот так, с верой, с молитвой, вот, и представьте, потом, уже все, уже умирающие уже, но его тормошат, кто-то тормошил, оказалось, это казахи, казахи там почевали, местные, значит, и они, трупы эти видели, из трупов, с одного там что-то с него там, тряплю какую-то, допустим, ну, как бы, ну, так вот, вот, и с него что-то попытались что-то снять, не то обувь, не то что там, хотели снять с него, значит, вот, а у него близники жизни, и, слава Богу, за тех казахов, они его обогрели, приютили, значит, выходили, вот, и, а те, кто, там много было людей, они все погибли, короче, уже там в концлагере, уже там фабрика работала, так что, я был на том месте, это между Каргандой и Астаной, мы ездили с постелями, там, как раз, и на тех местах останавливались, молились, вот, и там есть такая, ее называют казахи, стеноплача, ну, местная казахская, вот, значит, это одна из стен концлагерея, концлагеря, большого, там были маленькие лагеря, были огромные такие, ну, которые, города, поселок целый, поселок целый, огромный, вот, и одна из стен, она сейчас используется, ну, там, воинская часть казахская, часть стены, она относится к этой воинской части, как бы, вот, а часть стены, она, она, просто, вот, как бы, напоминание об этом гослагере, а все остальное смесено, там, не только лишь, вот, там, с холмов, как бы, наблюдаешь, когда, там видно, да, очертание, что, вот так, и мне показали, да, вот эта вся территория, это был один огромный лагерь, целый поселок, вот, потом дальше идем, дальше лагерь, и вот, а эта стена, ее вот, так и называли, стена плача, вот, туда приезжают люди, там, ну, плачут люди, там, и там, дальше эти вот, обелиски, обелиски, там, кого только не было, там, эстонский, на эстонском языке, с флажками эстонскими, вот, значит, там, там, десятка тысяч эстонцев, там погибли просто, значит, вот, ганташи, там, украинцы, украинский большой такой, тоже мемориал такой, ну, как-то мемориал, а стена, как бы, такая, вот, там, там, с анамдочем, украинами писали, флаги украинские. Там еще, японцы даже, поставили мемориал свой, там, потом после Второго Равы, там, военнопленные туда, японские купали, всякие попали, вот, и там, много их там погибло, оказывается, нам это же не рассказывали, абсолютно еще. Немецкие там тоже, омелиски стоят такие, потому что там, очень много военнопленных, тоже погибло. А, не только военнопленные, немцев там много, и таких погибло. Вот, с Немецкой Республики, это на месте, с положения. Вот такая история И его дедушка Выживший в таких невероятных условиях Оказывается, Бог сохранил его Для, как Иосифа, для какой-то цели определенной Бог сохранил его душу Чтобы он там стал Первым или первым Или один из первых пастырей В Казахстане Подпольная церковь писятическая Она была нелегальная До перестроечного времени Только во время перестройки Уже там легально появилась Церковь уже А так братья собирались, молились Крестились Духом Много чудес было таких сверхъестественных Вот этот уже внук, уже нынешний пастор В Караганде Говорит, что такие чудеса Я верующий и верю И видел чудеса всякие Но когда дедушкины чудеса вспоминаешь Мне кажется, что это фантастика И перемещение В пространстве И хожди не по воде И прочее То есть Мы всякие видели чудеса Но такие Невероятные просто чудеса Но люди Я понимаю, что Некоторые Они как бы просто умирают Для себя уже Реально Служили Богу Удивительно, конечно Я думаю, что И верующие в последних дней Увидят много чудес Таких Которые необъяснимы Никак абсолютно будут Только лишь тем, что Вот Бог в нас И все И Он нас будет делать В форме Такого Удивительного Спасибо тебе, Господь Это слова Это слова Иисуса Придите Бейте Сидим Немного хлеба И вина Нет Это Жизнь Христа Это Скажу так Можно съесть мацы Хоть тонну Съесть мацы Да Можно выпить вина Хоть цесерну Но это не будет Причастие абсолютно Вот Наше причастие Христу Это вот Наша жизнь в Нем А Он в нас Вот это Эммануэль Что называется Вот И Можно по-разному Этот хлеб преломлять Можно по-разному В этом участвовать Но самое главное Мы должны не забывать Что мы должны Развышлять О тени Христа Рассуждать О тени Христа Что не по нашим Каким-то добродетелям Не по нашим Каким-то заслугам По милости Божьей Мы то, что есть Сыны и дочери Всемогущего Бога За нас была Прогрена Божественная кровь Мне очень нравится Это вот Как раз Рассуждение Да О божественности крови Которая нас Простых смертных людей Да Бессмертными Сношает Удивительно Омывает от всякого греха Жертва Которая не просто Однажды Там Ну и каждый год Совершающийся Нет И священники не знали До конца Будет ли это Или не будет Нет Однажды Написано И навсегда Он совершил Вечное искупление Однажды И навсегда Принес самого себя И вот я вот Начал Об этом Рассуждать Сегодня тоже Вот Хочу продолжить Вот что Я представляю тоже Себе Иисуса Который однажды Вот Два тысячи лет назад Прошел В это небесное Святое святых На небесах Со своей драгоценной кровью Как она Выглядела В чем Я не знаю Можно по разному Фантазировать Представлять себе Можно как Первого священника Там В ризах Таких Это планета Это планета Расскатывая Бога Вот Бог Который Умер Который за нас Принял Страшнейшее Мучение Чтобы искупить Род человеческий Чтобы Искупить Эту землю Чтобы Нас Людей Помиловать Вот как Александр Рассказывает Что Смотрю Любит Таки Верит В нас Получается Не сошел С креста Остался На кресте До последнего Хотя ему Предлагали Сойди С креста Увернув тебя Он не шел Таким путем Путем Таким До конца Сказать Совершенность Искупление Человеческого И завеса В храме Разорвала Завеса Которая Большая Толстая Завеса Необычная Маленькая Завесочка Огромная Завеса Разорвала Сверху Донизу Чтобы Людям Показать Что Как в той Песне Поется Я Не хочу Жить За Завесой Я За стеной Ухой Мое Сердце С тобой Мой Сын Дорогой Надо все-таки Это словать Будет Выучить Хорошая Очень песня Мне нравится Вот Если Даст Бог В этом году Побываю В Риге Хочу Слово В Ригу Съездить И Пообщаться С братьями Вот И С Алексеем Литяевым Еще раз Увидеться Он уже Не молодой Уже Остепенившийся Он уже Не харизмат Уже Такой Ну Харизмат Он Такой Надевает Очки Так И постепенно Читает Смотрю Такой Песятник Такой Баптист Такой Ну Классный Врат Очень Даже За одну Песню Его можно Канонизировать За одну Реальное Переживание Которое И смотрю Старые Записы Такую Людю Старый Алексей Еще Молодой Совсем Вот Начинающий Пастор И Когда Они Сделали Мюзикл Еще Качество Картинки Не такое Не так Профессионально Все Все Любительское Но Так Классно В этом Что Есть Своя Прелесть И В этой Простоте Такой И Когда Завеса Падает Когда Бог И Человек Не обнимается Своя Когда Они Вот Так Вот Вместе Я Не знаю Это Действительно Чудо Которое Нужно Пережить Каждому Из Нас Я Понимаю Что Многие Люди Уходят С этой Земли К сожалению Не пережив Вот Этого Объятия Отца Хочется Чтобы Как можно Больше Людей Узнало Еще Здесь На этой Земле О том Что Бог Есть И Бог Он Любит Нас И Бог Хочет Чтобы Действительно Мы Были Его Отчады Которые Не просто Родились От своих Мам И Пап На эту Землю Но Которые Родились От него Новым Рождением Он Хочет Чтобы Его Дети Были Счастливы Благословены Спасибо Господь За все И Вот Обряд Причастия Таинства Евхаристии Мы говорим По разному Совершается Везде Но Самое Трогательное В том Что Мы Говорим Богу Спасибо А ему Больше Не надо Знаете Когда Родители Сделали Все Он Даже И Не Ищет Даже Спасибо Даже Не Ищет Тех Слов Благодарности Это Его Любовь А А мы Если мы Чадо Возлюблены Просто Говорим Спасибо За все Спасибо Отец Спасибо Спасибо То Что Престали Нас Ставали Отрезки Забот Переда Вот Здесь Простите Попробуемся Помогусь Пусть Наша Жизнь Будет С этим Обрезком Господь Магестовер Бог Наш Царь Вселенный Бог Святой Благосновенный Царь Наш Владыка Наш Бог Наш Благосновенный Возлюбивший Мир И отдавший Сына Своего Иисуса Христа За нас Благосновенный Любящий Отец Наш Сущий На небесах Бог Говорим Тебе Спасибо Огромное Спасибо От всего Сердца Спасибо Бог Говорим Тебе Слава Благодарности Боже Ты Возлюбил Мир И отдал Своего Сына Желательно Чтобы все Люди Спаслись И достигли Познания Истины Боже Ты Господь Совершил То Что Совершил Господь Спасибо Тебе Боже За все Мы Господь Принимаем Судеб Причасти Эту Евхаристию Боже Воздравим Души И тела Господа Боже Но самое Главное Боже Мы Говорим Тебе Спасибо Что Ты В нас А мы В Тебе Да Будет Так Всегда Господь И Пусть Твоя Жизнь Она В нас Проявляется Все Больше И Больше Господь Пусть В каждом Из нас Верующих Боже Ты Царь Ты Глава Три Все Проявляешься Больше И Больше Спасибо Тебе Господь За голову И за кровь Мы Тебя Благодарим За победу Твою Господь Святую За воскресенье Твою И мы Благодарим Тебя Господь Что Сегодня Ты Здесь Сегодня Ты С нами Сегодня Ты В нас И Среди Нас Благодарствовать И Боже И Молясь Мы молимся За Хлеб Среди Благословен Господь Бог Наш Царь Вселенный Давши Нам Хлеб Из земли И Благословен Господь Бог Наш Царь Вселенный Давши Нам Плод Благословен Благословен И И И И И И Божий Всемогущий И Многословен Хлеб Среди Хлеб Среди Хлеб И И И И И Зайцы Друзья Как Капелланы Наши Братья Рассказывали Можно Даже Саша Рассказывали Что Причастие В простоте Совершали Не До Литургии Нет Красивых Попесных Слов Вот И Мне понравилось Куда Сравнение Для Бойцов Это Особенно Актуально Как раз Это Тот Иисус Кто Твой Пуле Взял На себя Вот Так Вот На образуру Бросился Закрылся Бой Он Спас Он Реально Себя Дал Чтобы Ты Был Жив Я Очень Ценился Это Всегда Цени И Уважалось Очень Сильно В Но Я знаю Что Если Даже Для Временной Жизни Это Круто Это Очень Серьезно Очень Памят Таких Героев Помнят Долго Помнят Вот То Нашего Главного Героя Вообще Героя Всех Героев Иисуса Христа Вот Мы не просто Помним Мы знаем И Самое Главное Что У нас Аминь 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 Сейчас Помогите Да За Голгофу За Грой Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Мое За Победу Твою За Голгофу За Гровь Мы Тебя